Книга «Открытым оком», том 26, вопрос 3762, тема «Грех». Почему ваши женщины-сёстры отказались написать о том, почему они раньше носили мужскую одежду? Почему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я нахожу, что это произошло не так. Самое начало было в далёком детстве. Мы привыкли к штанам ещё в школе, в самых начальных классах. Не помню, с первого или со второго на уроках физкультуры стали надевать шаровары. Тогда ещё трико не было. К ним мы с детства привыкли. Потом появились лыжные спортивные костюмы, в которых было удобно даже летом кататься на велосипеде. Они не закручивались в колесо. Мы привыкли постепенно к штанам и носили их как удобную тёплую одежду. Стали надевать их на работу под юбку. А потом и просто так, помню, как моя тётушка, она жила в деревне рядом с нашим домом, ругала меня. Что ты ходишь в штанах? Бесовестная. Бесовестная. Кавычки закрыты. У нас в деревне так разговаривали протяжно с ударением на букву «Я». А почему нельзя, непонятно. Да ещё в конце 60-х годов вошли в моду синие чулки, которые положили начало синим спортивным костюмом, так называемым олимпийским. Которых мы раньше и не видели, наверное, только спортсмены носили. Вот в 70-м году я собралась поехать к тёте в гости в город Баку. Стала смотреть журналы мод, чтобы сшить себе в поездку новое платье. Нашла для себя не платье, а бречной летний костюм. Для самолёта вполне удобно и модно. А главное, такого ни у кого нет. Я шила себе сама. А что я еду в другую республику, где живут мусульмане, да я и понятия об этом не имела. Целомудрие вообще никакого понятия, кроме как о физиологическом состоянии женщины или девушки. В этом костюме с чёрными бровями, ресницами, со стрелочками на веках, на веках, с высокой прической, шиньон на голове, в туфлях на высоком каблуке. Я выглядела стильно, всем и была довольна. Я вообще любила одеваться отлично от других, чтобы не повторяться, чтобы не выглядеть, как все женщины. Спортивных костюмов встречались часто. А в бречной их можно было увидеть не всегда и даже редко. Так вот. Вот так. В бречном костюме с голубой льняной ткани. Четырёхлетней племяннице из аэропорта города Баку. Я приехала на остров Артём. С тётей в аэропорту не повстречались. Разошлись. Стала искать нужный адрес. Спрашиваю. Мне никто не говорит. Все уходят. Потом я вышла на центральную площадь. Там меня окружили мужчины. Разглядывали, расспрашивали, откуда я кому приехала. И между собой о чём-то переговаривались по-своему. В конце концов меня отвели в комендатуру. Там выяснилось, что люди на острове все друг друга знают и знают мою тётю. Как меня там не побили, не знаю, может, благодаря маленькой племяннице. Да я тогда и не поняла, что это мой модный костюм виноват. Потом я в нём выехала в город. Куда не пойду, на меня все смотрят. В магазинах везде работают мужчины. Подойду чек выбивать кассу. А кассир-азербайджанец, прежде чем отбить чек, осмотрит меня с ног до головы. Высунувшись на половину из кассовой кабинки, расспросит, кто я такая, откуда у меня деньги. А сам глазами по едам съедает. Тогда я поняла, в чём причина. Там я брюк больше не надевала. А в жизни я носила брюки всегда в холодную, сырую погоду. К ним я привыкла со школьного возраста и не считала грехом. До греха я ничего и не знала. В церковь в брюках я не ходила тогда. Я ходила в покровский собор. Сама понимала, что в церковь в брюках идти неприлично. Только и всего. А когда я узнала, что это грех и что-то мерзость перед Богом, я и не знала тогда, в церковь в законе 22.5, потому что Библию не читала. Узнав это, я их больше ни разу не надела и не жалею никогда. Я стала на вещи смотреть другими глазами. Я нахожу, что женская одежда значительно красивее мужской. И даже не за что спорить, что тепло и удобно. В женской одежде тоже тепло и удобно, если ты оделась правильно по сезону. Как это сказалось на моем характере, на моем внутреннем содержании, не могу судить. Не знаю. Думаю, что никак. А вот косметика сказала, что утром, проснувшись, умывалась, сразу же носила макияж. Я умела это делать с молодых лет. Я не представляла себе, как я могу пойти на работу и не привести себя в порядок без прически на голове. Макияж скрывал все недостатки лица. Под ним можно было спрятать свои переживания. С ним я чувствовала себя уверенно. Под ним все скрыто. Я просто была рабой косметики. Как привыкла к этому, что трудно было отстать от нее. Однажды, готовясь к окрещению, я пришла к Оле Унагаевой, и она, заметив, что у меня ресницы подкрашены, откровенно ужаснулась и сказала, что это может стать мне препятствием к окрещению. Как я тогда испугалась, что больше ни разу не красилась, не постригала волосы. Со временем я поняла, что это моя победа над моим грехом. Я теперь не раба, а свободная от греха. Мне очень приятно и радостно. В жизни мне пришлось испытывать много трудностей и тяжелого физического труда. Я тогда еще не была обращенной, не ходила ни в одну церковь, не служила Богу, не трудилась во славу Его и ничего, ничего не знала о Христе, о Царстве Небесном. Тогда я любила под звездным небом стоять, полюбоваться Его красотой и где-то там найти себе утешение. Я просила Бога, Господи, я устала, я ничего не хочу, только хочу быть просто женщиной, помоги мне. Я не знала, что Библия учит женщину быть женщиной. Оказывается, дворец сразу позаботился о нас, определил наше место, чем нам заниматься, как одеваться, как себя вести. Все для нас усмотрел с премудростью. Это позже ко мне пришло, и слава Богу, и я не хочу потерять эту радость. Жаль, что в нашей безбожной стране не звучит вопрос отдельного воспитания девочек, и не ставится цель воспитывать любящих, верных и покорных жен, чада, родительниц, добрых хозяев. Слова целомудрия, кропость, кротость, смирение крайне редко встречаются, и думаешь, что только среди верующих их можно услышать. Бог дал мне радость познать Его, склониться у ног к Христа и просить у Него эти таланты. Жалмирова Нина Александровна. Смотрите книгу «Открытым оком», том 15, страница 78. Число 12.14 «И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратиться». Кавычки «Открытые». Следующее свидетельство. Брюки себе сшила из мужских брюк в 1961 году для работы. Я в это время работал ломастером на ХБК в цехе, где монтировали химическое оборудование с первого по пятый этаж. Междуэтажные перекрытия в цехе были частичные, приходилось подниматься по металлическим лестницам ремянкам. В юбке было неудобно. Я поднимаюсь, а мужики внизу смеются, зубоскали, что я юбку заворачиваю. Тогда я надела брюки, то стала себя чувствовать с рабочими раскованно и свободно. Рабочие были одни мужчины. Фигура моя позволяла носить брюки, брюки и пиджак были по мне хорошо сшиты и смотрелись красиво. Мужчина нравилась, что я настоящий мастер-монтажник. Муж тоже отнесся положительно. Брюки в то время носила очень мало женщин. В продаже их не было. Женщины смотрели на меня с осуждением. И мне временами было стыдно. Но я продолжала носить их и глушила в себе стыд. Проходила я в брюках два года. И только сейчас я понимаю, какой соблазн я подавала. Прости меня, Господи. Через два года меня перевели в ПТО управления. Брюки я перестала носить. В принципе, они мне и не очень нравились в то время. Начальник управления, как я поняла, не любил женщин в брюках. И я старалась его не раздражать. В 1995 году я пришла на занятия в политический суд проповеднику Игнатию Тихоновичу Латкину. Крестово-Звиженская община, к которой я прилепилась, ходила на прогулки в лес. Я, мой муж и подруга ходили на лыжах в брюках. Мы подъехали к общине. К общине я почувствовала, что Игнатий Тихонович как-то странно посмотрел на нас. Он сказал, идите, катайтесь. Через полтора часа покатались и хотели возвратиться домой. Подъехали к общине. Игнатий Тихонович подзывает меня, говорит, у вас хорошая память? Я говорю, нет. Тогда он говорит мне, женщина в мужской одежде, мерзость пред Богом. У меня было такое чувство, как будто меня в крово покунули. Я подъезжаю к мужу и подруге, и они говорят, что Игнатий Тихоновичу я сказал. Я повторила его слова. Они стали зубоскалить и делить мои брюки, кто какие берет. Я вначале была в шоком состоянии, но скоро пришла в себя и задаюсь ей вопрос. А в чем я должна ходить на лыжах, коньках, в лес, в поход и так далее? И решила, что Игнатий Тихонович что-то не досказал. Во вторник прихожу на занятия и получаю ответ. Прочитать второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок пред Господом, Богом Твоим, всякий делающий сие. Кавычки закрыты. Когда бываете на лыжах, коньках и так далее, то сверху брюк одеть в юбку. И когда я дома прочитала это место в Библии, то пришла в ужас. Я мерзавка, пред Богом я подаю соблазн другим. Я грешница окаянная. Не помню, кому все раздала или выбросила. Муж отказался идти в лес кататься, если я буду в юбке. Я стала ходить на прогулку в лес с общиной. Игнатий Тихонович, эпопея с брюками закончилась. Селина Галина Ивановна, 10 марта 2008 год. Смотрите открытым оком, том 15, страница 84, Исайя 3.23. И будет вместо благовония взглавония, вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешки, вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Деяние 18.8. Но как они противились и злословили, то он, отрязший одежды свои, сказал им, кровь ваша на главах ваших. Я чист отныне иду к язычникам.